Одна из самых расхожих фраз Уорхола «Я хочу быть машиной» очень уместна в этом контексте. Художник со своей холодной созерцательностью, безучастностью и невмешательством в ход событий предстает этакой машиной для механической регистрации разворачивающихся перед ней событий. Независимо от того, интересны они или нет, именно в таком качестве Уорхолл присутствует в серии кинопробы, насчитывающей около 500 фильмов и составляющей основной объем кинематографического наследия американского художника. Каждая кинопроба – это портрет одного человека. Уточним, видеопортрет. Уорхолл снимал свое окружение. Тусовщиков и бездельников всех мастей, художников, моделей, музыкантов, писателей и, конечно, актеров. Это настоящий золотой фонд культуры. Сьюзан Зонтаг, Денис Хоппер, Боб Дилан, Лу Ритт, Эдди Седжик, Марсель Дюшан, Неко, Аллен Гинсберг и многие-многие-многие другие. Герои кинопроб записывались на неподвижную камеру без какого-либо вовлечения со стороны режиссера. И продолжительность фильмов была ограничена длиной пленки на катушке. Чаще всего процесс съемки проходил по следующему сценарию. На фабрике было выделено специальное помещение с установленной камерой. Уорхолл приглашал гостя расположиться на стуле перед объективом, включал аппаратуру и уходил, предоставляя гостю самому себе. Пленки с записью не монтировались, и получившиеся черно-белые фильмы без звука крутились на киноэкране со скоростью 16 кадров в секунду, как ранние немые фильмы, несмотря на то, что сняты были с частотой 24 кадра. Скорость воспроизведения замедляла и без того не особенно динамичное изображение. Смягчала линии движений героев и делала их плавными, расслабленными, тягучими. Благодаря крупному плану человека в кадре в совокупности с большим размером проекции кинопробы Уорхола в каком-то смысле сразу давали их героям то, к чему они стремились – известность и славу, но возникавшие в определенном своем аспекте, а именно в ощущении, что человек всегда находится под пристальным вниманием, как будто его разглядывают под микроскопом. В кинопробах можно увидеть и неприкрытую иронию Уорхола по поводу киноиндустрии. Ведь что такое кинопробы? Это предназначенные для внутрицехового пользования технические материалы, применяемые при формировании актерского состава, когда актер должен показать свои таланты и умения, то есть что-то сыграть. Уорхол же предлагает непосредственный опыт проживания конкретной ситуации, ситуации нахождения перед камерой. Перед нами не вымышленный герой, не персонаж, а реальный человек и его чувства на зацикленной записи, длящейся и длящейся во времени, без временных ограничений. Билл Уорхола – еще один автор, не безразличный к замедлению движущегося образа и его длительности. Уорхол свободно переформатирует временной поток в своих работах с помощью различных технических средств, замедленной съемки, таймлэпс обратного воспроизведения и других эффектов. Видеокамера в его руках функционирует как микроскоп бытия, который раскрывается через фундаментальные общечеловеческие состояния темы – рождение, смерти, любви, спасения, страдания. Виола утверждает, что видео и кино – это принципиально разные медиа. В одном из своих текстов он пишет «Наблюдая за техническим развитием видео и кино, мы сразу замечаем – это различие. Кино произошло от фотографии, фильм – это последовательность нескольких фотографий. Видео же появилось из аудиотехнологий. Видеокамера по своей природе ближе к микрофону, чем к кинокамере. Видео, продолжает Виола, не создает реальность, а фиксирует ее поток, который проходит через некую плоскость отображения и преломляется в ней. В работе он плачет о тебе, Виола с помощью макрообъектива снимает каплю воды, медленно набухающую у края медной трубы, свисающую, отрывающуюся и с шумом разбивающуюся опол. Поверхность капли отражает окружающее пространство деформированным эффектом фишай – рыбий глаз, и мы встречаемся благодаря этому с реальностью медиа, явленной нам как катастрофой мира – макрокосм, спрятанного в капле воды – микрокосм. Более наглядно, это расслоение реальностей представлено в работе Reflecting Pool. Поверхность бассейна – это граница, плоскость, разделяющая реальности, которые, конечно, могут быть похожи, иногда даже идентичны, по крайней мере, казаться таковыми. Но каждое из этих пространств существует само по себе. Из названия видео мы можем также подчеркнуть, что бассейн виолы и отражающий, и рефлексирующий, указывающий на особенности отображения реальности медиума и на некоторые условия появления образа, который начинает жить своей собственной жизнью. Работа The Stations – станции, остановки – также содержит эти важные для виолы составляющие, изображение воды и отражения. Но с экспозиционной точки зрения эта работа организована сложнее. Пять больших, вертикально поставленных в пространстве мониторов транслирует изображение человека, как будто зависшего в толще воды. А перед мониторами на полу размещены черные гранитные плиты с идеально отполированными верхними гранями, преумножающие отражениями видеоизображения на мониторах. Все свои работы и видеоостановки не исключения виолы мыслят не просто проекцией на экран. Он конструирует пространственные обволакивающие среды, которые воздействуют на человека сразу несколькими способами. Его инсталляции часто включают в себя звук, например, экспериментальную музыку, и экспонируются в затемненном помещении, исключая или минимизируя любые внешние вмешательства в зрительский опыт при взаимодействии с работой. Пространственные инсталляции виолы можно назвать сакральными местами, под которыми подразумеваются территории, где истончается грань между мирами и реальностями. Замедленное воспроизведение видео еще более усиливает этот эффект. Сцены приобретают эпический характер, а происходящее воспринимается торжественно и возвышенно, как некое таинство. Одно из самых впечатляющих произведений художника «Пять ангелов тысячелетия», точнее, одна из версий экспонирования этой работы, была представлена в здании Гасгольдера в городе Аберхаузен. В огромном цилиндрическом помещении высотой около 100 метров и чуть меньше 70 метров в диаметре демонстрировались пять видео, для показа которых были задействованы экраны 15 на 18 метров каждый. Видео располагались на разном расстоянии от земли по всей высоте здания, тем самым захватывая архитектурный объем и превращая Гасгольдер в собор индустриальной эпохе. Виола говорит, есть что-то вне, над, под и внизу того, что непосредственно перед нами, того, на чем наша повседневная жизнь сосредоточена. Есть другое измерение, про которое известно, что оно просто есть, и оно может быть источником настоящего знания, и поиск возможности соприкоснуться с ним, образовать с ним связь и идентифицировать, вот что является для меня импульсом продолжать делать свою работу, невидимый, лежащий вне нашей реальности мир, в котором мы живем. Может быть, поэтому произведения виолы так органично смотрятся в религиозных зданиях, например, в церквях. Так, премьера работы «Океан без берегов» в рамках 52-й венецианской биеннале состоялась в маленькой часовне Святого Галу XVI века. Она демонстрировалась на трех экранах которые были экспонированы с учетом внутренней архитектуры церкви. Три каменных алтаря служили для мониторов своеобразными нишами. Тема потустороннего, иного или параллельного измерений в «Океане без берегов» раскрывается через переживание присутствия мертвых. В этом контексте мониторы выполняют функцию порталов, через которые мертвые предпринимают попытку снова оказаться в нашем мире. А инсталляция в целом выступает визуальной формой опыта, которого у нас никогда не было и который не выразим с помощью слов. «Билл Виола» один из пионеров медиаискусства, как и Вайбель, кто легитимировал художественный статус видеоарта. В студенческие годы он был близок к Кейджу и действительно американский композитор, напрашивающийся кандидатуру в нашем разговоре о новых медиа. Взять хотя бы акцию воссоединения, которую мы обсуждали на одной из предыдущих лекций. Уже она вполне подтверждает уместность присутствия Кейджа в ряду экспериментаторов с новыми средствами выражения. Мы говорили о Кейджа в связи с движением «Флюксус», которому также принадлежали Вольф Фостель, его практику перформативных деколажей в городе мы также уже успели рассмотреть, и нам Джум Пайк. И именно с этими двумя авторами принято связывать возникновение видеоарта и искусство новых медиан. Фостель в конце 50-х, начале 60-х годов показал свои первые произведения, созданные с применением телевизоров. Шесть деколажированных телевизоров, один из ранних примеров адаптации, опробованной художником стратегии метода деколажа под новый медиум. Эндогенная депрессия, пример более поздний, 80-го года, но наиболее полно раскрывающий авторский подход. Инсталляцию образовывали около 40 объектов. Тумбочки, столы и электронно-лучевые, частично залитые бетоном телевизоры отсылали к традиционной домашней обстановке. Произведение существовало в нескольких версиях и в самой первой все технические устройства были включены и работали на низком уровне громкости. В инсталляции также присутствовало несколько свободно слонявшихся в пространстве индеек. Эти индейки, ассоциирующиеся с национальным праздником в Соединенных Штатах, с Днем Благодарения, были использованы фостелем как символическое обозначение американской культуры. А вся инсталляция критиковала пассивный тип общественной жизни и потребительское отношение ко всему, что окружает человека. Такой деформации социальности и мышления согласно художнику и способствовало правильно телевидению. Образ абсолютно безмозглого домашнего животного в качестве эквивалента того состояния, в котором пребывал человек перед телевизором, был дополнительно акцентирован названием работы. Эндогенная депрессия – медицинский термин, используемый для обозначения серьезного психологического расстройства, которое характеризуется угнетенным, подавленным психическим состоянием, сниженным настроением, двигательным торможением и замедленным мышлением, вызванным внутренними причинами. Чем действительно не описание обычной телевизионной аудитории? Продолжение следует...